Могут ли кредиторы оспорить банкротство должника? Не ведитесь на успешные дела юристов, которые показывают решение о признании гражданина банкротом. Ваш кредитор может подать ходатайство об неосвобождении вас от долгов. Могут ли кредиторы оспорить банкротство должника? Всем привет, с вами на связи Наталья Котряева, арбитражный управляющий. Мой опыт это более 250 процедур в производстве, а также все процедуры, которые я завершала, все граждане освобождены от долгов. Почему я решила записать это видео? Предположим, у вас есть долги по обязательствам, вам нечем платить, вы решаетесь на банкротство и у вас может быть страх, как правило он есть, а может ли кредитор оспорить ваше банкротство? Если вам такое знакомо, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И в этом видео я как раз разберу всю схему банкротства и на какой стадии кредитор может оспорить ваше банкротство и какие шансы, что кредитор оспорит ваше банкротство. Итак, возьмем всю процедуру. Первый этап это подача документов в суд. Суд возбуждает процедуру в течение пяти дней и назначает дату первого суда. Дата первого суда назначается в интервале от пятнадцати дней до трех месяцев. Второй этап в дату первого суда суд вводит одну из процедур. Или реструктуризация долгов, или реализация имущества, когда гражданин признается банкротом. Что касается процедуры реструктуризации долгов, у меня есть об этом отдельное видео, ссылка на него будет в описании. На этой стадии, когда суд выносит решение вести процедуру реструктуризации долгов или признать вас банкротом, кредиторы не оспаривают это решение. Почему? Потому что долги еще с вас никто не списал, суд просто признал заявление обоснованным. Оно у вас сто процентов обосновано, если у вас есть долг и вы его не платите. Для этого и нужны справки о размере задолженности и иные доказательства наличия долга и что долг есть. Также в дату первого суда утверждается финансовый управляющий, на какой срок может быть введена процедура. На срок до 6 месяцев может продлеваться по разным причинам. Моя рекомендация, не ведитесь на успешные дела юристов, которые показывают решение о признании гражданина банкротом. Это просто решение о введении процедуры и что заявление признано обоснованным, долг еще не списан. Третий этап это как раз дата судебного заседания по рассмотрению отчета финансового управляющего. Я не буду вдаваться в подробности, но к сведению вкратце вам разъясню. К дате судебного заседания как раз финансовый управляющий представляет финансовый анализ, отчет о проделанной работе, ответ из государственных органов, который он получил во время процедуры банкротства по должнику и супругу должника, заключение об отсутствии или наличии признаков преднамеренного фиктивного банкротства, анализ сделок, если были сделки, отчет о расходах. Это те документы, которые финансовый управляющий сдает в суд, чтобы завершить процедуру вашего банкротства. И вот как раз на этой стадии, когда суд должен завершить процедуру банкротства и вынести соответствующее определение, ваш кредитор может подать ходатайство об неосвобождении вас от долгов. И что может быть? Суд может завершить процедуру, вы признаны банкротом, однако от долгов не освобождены. Такой практики достаточно. Слава богу, у меня все завершены освобождением от долгов. Однако, если вы хотите убедиться в моих словах, можете посмотреть практику по пункту 4 статьи 213.28 закона о банкротстве, когда суд от долгов не освобождает. Я уже не говорю про статью 10 ГК, когда суд не освобождает от долгов по злоупотреблению правом. И что делать, чтобы суд от долгов вас освободил? Именно для этого и нужна профессиональная помощь юристов, как до банкротства, так и во время процедуры банкротства. К примеру, мои юристы, прежде чем подать документы в суд по клиенту, проверяют всю добросовестность. На что брал, почему перестал платить, какая была финансовая нагрузка, когда брал кредит и так далее. Далее, если по моим клиентам кредитор подает ходатайство о неосвобождении, юрист подготавливает соответствующий отзыв и отстаивает права клиента в суде до полного освобождения от обязательств. Здесь важно доказать добросовестность клиента. Как раз на этом этапе кредитор также может обжаловать ваше банкротство. Если даже суд первой инстанции вынес соответствующее определение, долгов вас полностью освободил, кредитор может подать жалобу, чтобы решение арбитражного суда суд апелляционной инстанции отменил и вынес по делу новый судебный акт или отправил на пересмотр. В моей практике был один случай, когда кредитор Агентства по страхованию вкладов подал апелляционную жалобу. По решению суда первой инстанции гражданин был от долгов освобожден. Резюмирую. Да, кредитор вправе оспорить ваше банкротство. Представьте себя на месте кредитора. Вам должны денег, ваш должник освобождается от долгов, возможно, вы будете биться за свои деньги до конца. И это не значит, что если вдруг ваш кредитор подал апелляционную жалобу либо ходатайство о неосвобождении, что суд удовлетворит ходатайство о неосвобождении или отменит решение арбитражного суда. Я хочу вам дать рекомендации. Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к профессионалам именно в банкротной сфере. Не верьте решениям о признании банкротом. Смотрите решение об освобождении от долгов. Не лезьте в мутные схемы по сохранению активов. За вывод активов суд может от долгов не освободить. Не совершайте сделок ниже рыночной стоимости или сделки с заинтересованными лицами. Это ваши родственники. Еще раз резюмирую. Мои процедуры завершены все с освобождением от долгов. Если вам нужна бесплатная консультация, контакты в описании. Пишите, звоните, не стесняйтесь.